Да, называется «Царица вода». Вы знаете, что в России почти 3 миллиона рек, представляете, широких и узких, самых маленьких. И в этих книгах собраны истории, сказки из разных уголков страны. В Приморье специалисты группы «Русгидро», ДГК и ДРСК провели презентацию книги «Царица вода» – сборника сказок, легенд, стихов, посвященных рекам и озерам России. Книга «Царица вода» издана в Санкт-Петербурге по инициативе компании «Русгидро». Над красочным и интересным по содержанию сборником работали известные детские писатели, а также энергетики, работающие в компании. Прежде чем узнать о содержании книги, школьники посетили музей «Артемовской ТЭЦ», где архивариус Наталья Юшина рассказала об истории строительства станции, работе в годы войны, современном развитии и о людях, обеспечивающих Приморцев светом и теплом. Любая экскурсия очень важна. Во-первых, от того, что она познавательна, интересна. Развиваем кругозор детей. Ребята, если вы сейчас увидите довольные, счастливые, море положительных эмоций. Также школьники узнали о том, как поступает электроэнергия в дома и о мерах безопасности при обращении с электричеством. Механик из Приморского филиала ДРСК Виталий Шахно напомнил ребятам о правилах электробезопасности и необходимости обращать внимание на предупреждающие знаки. Для Евы это первая экскурсия на Артемовскую ТЭЦ. Теперь о реках и озерах ученица может узнавать не только на уроках географии, но и благодаря книге «Царица вода». Я не знала, что из воды получается электричество. Но я теперь могу рассказать своим друзьям, что из воды делается много-много электричества. В заключении мероприятия энергетики подарили ученикам 2-го класса школы номер 2 города Артема по книге «Царица вода» и здание, которое будет увлекательным и интересным не только для юных читателей, но и для тех, кому интересны история, мифология, сказания и предания, а также сказки и былины о реках, озерах, о таинственных силах природы и их отношениях с человеком. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.